Здравствуйте, друзья! Это Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании АЛЯМ. Значит, поднял из архивчиков по этому ролику уже больше года. Ну, так скажем, на дно канала он опустился. Ну, в том самом смысле, что его вытеснили более новой. Но я считаю, что это очень хороший ролик, его нужно послушать всем. Тем более, здесь всеми любимый Герпес Адольфович и там же и я. Здесь есть интеллигентность и жестячок многими любимый. То есть, такой некий симбиоз. Этот ролик может удовлетворить вкусы сразу, скажем, всех слушателей нашего канала. Сразу хочу подчеркнуть, что не нужно новым подписчикам, новым недавним гостям нашего канала каким-то образом скептически относиться к всему услышанному. Дело в том, что, я не знаю, мы, наверное, единственная юридическая компания, которая вот таким вот образом позиционирует себя, а именно близостью к людям. То есть, мы такие же, как и вы. Точнее, я. Дело в том, что действительно я все на своей шкуре протащил. Это можно в обращениях моих услышать, увидеть, понять. И я понимаю все, что вы чувствуете. И такую же я, скажем так, недружелюбность испытываю вот к этим структурам, структурам взыскания. И в то же время я не против банков и банковской деятельности. Я против беспредела, который вот происходит на фоне этой деятельности. Я всегда об этом говорил и буду говорить. Поэтому послушайте. Ну, конечно же, поставьте лайки, либо дизлайки. Я очень хочу, чтобы вы написали в комментариях, свежих комментариев добавили к этому ролику. Как вы относитесь к таким вот персонажам, якобы получающим удовольствие от своей работы. От своей никчемности, да. Ну, там послушайте, поймете все. Ну, и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, если этого вы еще не сделали. А те, кто хочет получить квалифицированную юридическую помощь в формате защиты от банковского беспредела, я вас перенаправлю в описание ролика. Там есть ссылочка на наш сайт. Ну, и также для вашего удобства в правом верхнем углу видеотрансляции выходит кабельная подсказка. Вот она. Посмотрите видео на сайте, оставьте заявочку, и мы с вами свяжемся в рабочее время. Кроме субботы и воскресенья по московскому часовому поясу. Все вам расскажем, то, что вы не поняли, посмотрев видео на нашем сайте. Ну, давайте послушаем. Вот это вот пиршество интеллекта. Вот этого в кавычках взыскателя. Попытка самоутвердиться, и в то же время полный разгром его. Итак, поехали. Герпес Адольфович вступает в дело и передает потом эстафету мне. Герпес Адольфович вступает в дело и передает потом эстафету. Герпес Адольфович вступает в дело и передает потом эстафету. Герпес Адольфович вступает в дело и передает потом эстафету. Герпес Адольфович вступает в дело и передает потом эстафету. Герпес Адольфович вступает в дело и передает потом эстафету. Герпес Адольфович вступает в дело и передает потом эстафету. Герпес Адольфович вступает в дело и передает потом эстафету. Герпес Адольфович вступает в дело и передает потом эстафету. Герпес Адольфович вступает в дело и передает потом эстафету. Герпес Адольфович вступает в дело и передает потом эстафету. Герпес Адольфович вступает в дело и передает потом эстафету. Герпес Адольфович вступает в дело и передает потом эстафету. Молодой человек. Какое отношение имеет моя научная деятельность? У вас плохо с ушами? Я могу предполагать, что вы хамитесь-то. Я одного предполагаю. Почему? Я, как и вы, могу предполагать, что у вас плохо с ушами. В чем тут хамство мое проявляется? Вы мне спасите, что, 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 что я подоживаю? Да почему? Что тут плохого-то в том, что я беспокоюсь о здоровье своего собеседника? Я спросил, у вас все нормально со слухом? Я же не сказал, что у вас нормально с печенью. Ладно, я с вами спорить не собираюсь. Конечно, не надо. Вы когда намерены оплату производить? Я же вам сообщил. Ну, как минимум, у нас научная деятельность возобновляется, как только теплое время. Научная деятельность. Человек, который, смотрите, наукой занимается, он должен быть, как минимум, умным, образованным, воспитанным. Соответственно, научная деятельность должна быть направлена на... Вы прямо обо мне сейчас сказали. Правильно? Конечно. Нет, не ладно. Я говорю о человеке, которого деятельность направлена, научная, на действительно благо какое-то общества. Соберитесь только с мыслями, не наговорите чепухи. Вот сейчас вы все верно говорите. Прямо обо мне в точку. А как это может быть связано с моими финансовыми... Вы понимаете, что все гении были на грани нищеты? И все... Даже Пушкин, умеяя, передал все свои долги. Из-за него уже потом выплатил меценат. Знаете кто? Ну, не интересовался историей. Ну, вот видите, видимо, вы сейчас осибирь... А чем, а чем... Пушкин не передал долги, а сбежал во Францию, писал потом под псевдонимом Дюме. Не могу не влезть в этот диалог. Слышали? И писал под псевдонимом Дюмы. Это бинго. Вот это осведомленность. Вы даже знаете, я люблю Пушкина. А что вы в последнее время читали, молодой человек? Просто даже не из Пушкина, а просто из классической... А это как я это сказал, что я сказал, да. Нет, ну, ой, извините, да, действительно, занесло не в те дебри. Просто мне очень любопытно... Нет, не извиню. Ой, что же, вы думаете мне теперь с этим ермом ходить? Нет, уж вы извините. С чем? С ермом вот этим. Я говорю не извиню. Может, даже не просить извинения, не извиню. Вы жестокий человек, оказывается. Да нет, вполне нет. А почему вы? Не умеете прощать? Не умеете прощать, да? Или у вас какая-то озлобленность? Озлобленность существует на человечество и на научный мир. Конечно. И на интеллигенцию. Не могу спокойно жить и работать до тех пор, пока люди не исполняют свои обязанности. А вы бросайте к чертовой матери свою работу. По мне так она женская по телефону трындеть. Это женщины могут, да, а вот это вот немуская работа. А у кого не только мужчины занимаются? Само собой, но само собой, конечно, есть место. Деньги хотя бы приносят. Деньги приносят вам. Правильно. И хоть и говорят, что деньги не пахнут, но я бы на вашем месте, наверное, задумался о происхождении данных конкретных денежек. Ну я бы тоже на вашем месте задумался о выборе профессии. Вы не представляете, насколько важнее вот моя наука, моя работа по сравнению с вашей. Скажите, какую вы пользу приносите? Я пытаюсь у вас узнать. Может быть, мне действительно стоит перед вами извиниться, если вы действительно какой-то... Да, да, да нет, не нужно, не нужно. Можно, пожалуйста, я пытаюсь... Не нужно, на самом деле, я уже... Я как-нибудь пересплю с этим фактом, что передо мной не извинился коллектор. Мне просто ответьте на один вопрос. По вашему мнению, вы приносите пользу, да? Вот вы сказали, что я пользу не пользу. А какую и кому? Кроме того, что вы работаете в банку, а банк это... Ну, вторая структура, которая, в принципе, под санациями центра банка, это раз. Во-вторых, у нее, ну, не российский капитал, мягко скажем, это иностранная структура. Вы гнете спину, молодой человек, на людей, которые никакого отношения к нашей стране не имеют. Я, в отличие от всего прочего, только внутри страны работаю, и патенты имею, предоставленные мне российским правительством. Господи, ну, знаете, вспоминается такая аллегория. Если вы такой умный, почему же вы не такой богатый-то? Это не аллегория, это афоризм. Вы понимаете, чувствуете, что... Да, а нет, вы эксплуатируете, понимаете, термины русского языка, совершенно не понимая, что они означают. Аллегория это не то. Ой, ну ладно, ладно. Вы же умный человек, вы можете... Вы хотите со мной вступить в филологический дуэль? Нет, я просто хочу, чтобы вы ответили на вопрос, если вы такой умный, почему вы не такой богатый тогда? А понимаете, не все в деньгах. Ну, я подозреваю, что... Я подозреваю, что слово богатый может эксплуатировать в формате претензий, то есть соответствующий богатый человек. Очень я сильно сомневаюсь, что вы на своей работе можете носить статус богатого человека. Ни духовно, ни финансово. Более того, скорее всего, вы бедный, нищий человек. В финансовом плане, может быть, и нет, но в духовном плане, в связи с тем, что вы гордитесь своей работой, вы нищий человек. Потому что этой работой никакой пользы никому никогда не приносит. Это ваша сущность на ценночных красави. Конечно, вы думаете, я тут митинг собирать собрался? Ни в коем случае, я просто выдаю вам свою точку зрения, не больше и не меньше. Но я почему-то думаю, что большинство моих коллег, друзей, знакомых, просто должников банка ТРАСТ поддержит меня. Да. Но это ваше, опять же, субъективное мнение. Не, я вам могу доказать, если вы готовы принять этот аргумент. И воспользоваться доказательной базой. Да, вы бы чем доказательством, лучше бы рот закрыли и молча оплачивали каждый месяц. Вот видите, какой бы хам. Грубиян. Грубиян. Вот при чем здесь мой рот? Это дружеский совет, можно сказать. Дружеский? Боже упаси от таких друзей, вы что? Если бы у меня был такой друг, я бы себе яйца откусил, в первую очередь. А вам порекомендую то же самое сделать, чтобы не плодиться. Да, не надо. Генетическое одево ваше не должно разрастаться. Мое дело, я вынужден вашему совету отклонить. Ну, понятно. Ис-то нету, потому что кусать нечего. Да? Ну, это, опять же, ваше субъективное мнение. Вас так задели мои слова? Меня? А чего вы взяли? Нет, ну я вам даю... Я не знаю, вы так сразу начали опять по поводу моих каких-то промежностей, половых органов там рассуждать. У вас это больное место, видимо, да? То есть, опять же... Да нет, вы вывели к этому сами, я бы не говорил об этом. Вы сами акцентировали внимание. Могли бы проглотить эту обиду. Моего мужского достоинства. Да нет у вас никакого достоинства мужского. Вы о чем говорите? Мужчина, в кавычках. Ну, это, опять же, ваше субъективное... Это ваше субъективное оценочное контракт. Так принимайте, какое есть. Вы, прежде чем судить других, вы бы за своими... А в чем... А где мои недостатки? Объясните, пожалуйста. Ну, недостаток в том, что у вас есть... Я не плачу иностранному предприятию? Перед кем? Ну, перед кем я должен? Я что, вам в карман залез? Вы как та шавка за косточку хозяина готовы служить и ищу терпеть оскорбления. Вот сейчас я провел простую аналогию, как вы сказали бы, аллегория. Да, вам нравится? За те деньги, которые мне платит мой работодатель. Я готов общаться весь день даже с таким самством, которое происходит с вашей стороны. Это, вот, запомните, вот когда вы в месяц будете получать эти деньги, так и отметьте себе, это моя цена. Вот столько я стою. Вот так и сами для себя. Сколько там, 20, 30? Я каждый раз прихожу, приходя на работу, разговаривая с такими хамами, как вы, я себе об этом напоминаю, то, что не стоит обижаться на вас, мне за это платят. Да нет, куда же обижаться? Ну, у вас цены, видимо, вообще нет, раз вам работодатель... Я бесценный сотрудник. Нет, нет, мне платят. Я работаю за премию. Бесценные сотрудники, он попрошает, что это переходит, тоже бесценные сотрудники. Не могу кого-то нормально найти. Вы заменили о себе то, что, может быть, научные деятельности или еще какие-то. Молодой человек, я вам открою страшный секрет. У меня на счетах находится более 3 миллионов рублей в российской валюте. Я эти деньги берегу лишь только для того, чтобы потратить их на научную деятельность. И ни копейки, ни центра я не потрачу на возмещение своего якобы долга. Раз имея такие капиталы, такие сбережения... Это не капитал, это не капитал. На тот момент мне нужно закупить было реагенты. Всего-то на всего. Я решил воспользоваться... А? Понадобилась карта на 45 тысяч. Да, там немного не хватало, да. Более того, я имел удовольствие... Не миллиона хватало, а 45 тысяч. Не, у меня было на тот момент больше. Да, у меня просто в безналичном были формате, они на иностранных счетах были. Ну, что поделаешь? Да, поделаешь что? Как вы думаете? Вам неприятно это слышать? Ничего. Ничего? Ну, тогда заканчивай, давайте, мне нужно бежать. Мне нужно бежать по делам. Бедите, бедите. Пойду по делам. С вашего разрешения. Бедите, бедите. Там это, в промежности свои загляните. Хорошо. Не забудьте потрогать. Мужчина, гордящийся тем, что работает коллектором. А еще знаете, куда загляните? Прием. Знаете, куда еще? В YouTube. Загляните. В YouTube. Да, на канал Кузнецова Дмитрия. Там будет написано, Герпес Адольфович, опускаешься трудника Траста. Да, 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 да. А вот, загляни туда, придурок. Обрати внимание на свои яйца. Тебя развели, чудо. Хорошо. Да. Добродетель, шестерка гнусялая. Не вижу ни в чём. Там тебе косточку бросили. Кроме хамства с вашей стороны. Да, конечно, в том-то и развод. Почитай на YouTube, что про тебя напишут. И давай, дуй за косточкой. Хорошо. Хорошо. Давай. У вас все или вы еще можете? Да нет, тебя уже будут люди оскорблять. Нет, словарный запас закончился. У меня его, знаешь, мне он не нужен сейчас в твоем случае. Дело в том, что если ты хотел узнать отношение к таким, как ты, я тебе очень рекомендую. Это аргумент, о котором тебе Герпес Адольф сейчас сказал. Зайди в YouTube и посмотри то, что о тебе думают. Да зачем, зачем? Ну, наберись смелости. Я думаю, тебя первый раз на YouTube или что? Ты звезда, что ли? Популярно. Тебя не берет? Давай, давай, дуй за косточкой. Чертила. Хорошо, до свидания. Клади трубку дичь. Или вы еще что-то скажете. Мне просто интересно. Тебе интересно? Ну, я говорю, клади трубку дичь. Ну, конечно. Вы же научный деятель, ученый. Да тебя же развели, черт. Какой научный деятель? Нет, я не черт, я человек. Нет, ты черт. Запомни, это вакуум всегда. Не научный деятель уже, но очень жаль. Нет. У меня складывалось до последнего впечатления, что, может быть, я действительно общаюсь с образованным. Да у тебя, потому что мозг на бекрень. Какое может у тебя впечатление быть? Да. Ты же сказал, что ты приходишь на работу и кайфуешь от того, что людей опускаешь. Вот обраточку цепляй. Нет, я такого не говорил. Ты же сказал, что тебе нравятся долги вышибать. Я сказал, что я прихожу на работу и настраиваю себя на то, что я за то, что вы меня хамите, оскорбляете. Вы там можете самодвиждаться на мой счет, как вам будет угодно. Это ваше мнение. Я тебе объяснил, что это твоя цена, да. Понимаешь? Те деньги, которые ты получаешь, понимаешь, как бы ты о себе ни говорил, а я так говорил. Ты всегда остаешься посланным нахуй. Понимаешь? Вот в этом случае ты послан нахуй. Как бы тебе хорошо от этого не было, ты послан нахуй. Понимаешь? Никаких денег ты не получишь с этого человека. Тебе придется завтра опять звонить, и если ты попадешь опять туда, ты будешь послан нахуй, да. Вы считаете себя грамотным человеком? Да, да, да. Да столько безграмотно. Да ты уже все о себе сказал. Вы тоже. Что вот вы тоже? Вы тоже о себе все сказали. Нет, еще не все. Далеко не все. Ты скажи, что ты будешь делать, когда траст лицензию заберут? Он же уже сейчас не ведет деятельность. Что ты будешь делать? Пойдешь в другую контору? То, что его заберут, лишат лицензии... Сто процентов. Сто процентов. Сто процентов. А таких, как вы знаете, есть такое словосочетание. Диванный аналитик, вот, можно сказать, про вас. Алло. Давай. Вы со мной разговариваете там параллельно с комитетом? Я тебя не должно волновать, когда я параллельно разговариваю. Что? Что? Это у тебя программа так работает? Ты шум какой-то включил, да? Ты зачем что-то там включил специально? Скажи, пожалуйста. Не знаешь, как слиться, да? Решил таким образом слиться, да? Ну, я не понимаю, о чем вы говорите. Шум. Я вас прекрасно слышу. Вы можете продолжать свой аналитик? Аналитик? Давай, продолжай. Друзья, ну, сейчас здесь наберитесь терпения. Он будет тянуть резину. Специально буду вырезать там... Уберу вот эти слишком длинные паузы. В общей сложности там было противостояние. Я понимаю, что он очень не хотел первой класть трубку, но мне-то все равно. Но, с другой стороны, я там зашел за дочерью в школу, да? И мне пришлось с ним вот в таком формате, да? До победы вести диалог. Ну, смотрите, да, там... Чтобы вы понимали, паузы будут укорочены. Но, в общей сложности паузы там длинные были. Очерстиво, да? Что, там 300 рублей тебе разговор падает, да? Если ты тут кто-нибудь... Ты сколько за разговор платят? 300 рублей, если ты сам не сольешься, да? Ну, это не ваше дело. Ну, нет, да мне-то все равно. Там 300, даже если... 500... Ну, надо трубку, чтобы положил сам должник, да? А не ты. Нет, не обязательно. Тогда клади трубку, черт. Хорошо, кстати. На YouTube, кстати, не забыть. Обязательно. Хорошо, хорошо. Ну? Давай-давай. Не бойся. Что, думаешь, я положу трубку? Да, я не боюсь. Я сошел. Ну, бабок, давай ей. Скинь номер карточки, я тебе переведу денег. Чтоб ты сам трубку положил. Я ваших зарплату не знаю. А? Я ваших денег не знаю, срочно. Да? Ну, мозга может тебе чуть-чуть перевести. А что ты трубку не кладешь? Объясни мне, пожалуйста. В общем, так приятно общаться с научными деятелями. Да, нет, но... С самоназванными. Самоназванными. Ну, давай, что ты так договорилась, тебе интересно общаться. У тебя же, наверное, какие-то вопросы есть. Я вас слушаю. Мне тебе нечего сказать. Мне поташнивает, когда я с такими разговариваю. Ну, я тебя убираю, значит, до свидания. До свидания. Клади трубку, черт. Хорошо. Хорошо. Клади трубку. Ты же надо другому звонить. Хорошо, обязательно последовательно вашим... Там, может быть, пенсионерка какая-нибудь попадется. Может, инвалид какой-нибудь, а может, чувак неграмотный, который испугается от тебя и побежит деньги платить. Давай, давай. Достойная работа ждет. Очень достойная работа тебя ждет. Тебе не кашлять. Ну, да решись ты уже, наконец. Шум уже твой тоже не актуален. Тя в коне эти тоже что-то там включаешь. Надо трубку класть. Это не с моей стороны, Кирсова. Да, конечно, сейчас ты расскажешь мне. Еще скажи, что у тебя яйца есть. Слушай, а ты не педик, а? Ты не педрилка ты? Нет. Ты уверен? Уверен. Уверен? А как ты проверил? Да. Ну, а как ты проверял? Скажи, пожалуйста. Ну, это не ваше дело. То есть ты проверял все-таки? Ну, тогда не уверен. Да? Ой-ой-ой. Тяжело, небось, без мозгов? Да? Без мозгов, говорю, тяжело? Я вам говорю, вам виднее, я не знаю. Мне-то что? Что тебе вопрос задал? Ты уже вот взял, даже не сосредоточившись, подтвердил, что ты проверял, что ты не педик. А зачем ты проверяешь эти вещи? Нормальный мужик, знает с рождения. Нет, ты сказал. Я спросил, ты проверял? Ты говоришь, да, я проверял. Ну, мне запись послушаешь. Я сказал, ты проверял? Ты говоришь, да, я проверял. Каков результат? Я не говорил, потому что я не собираюсь даже перед вами оправдываться. Боже, упайся, ты что? Ты же достойный, ты же мужик. Куда тебе оправдываться-то? Зачем? Ты же на месте находишься. На достойном. Правда? Угу. А че ты, слушай, нигде не учился? Почему ты после школы нигде даже хотя бы в какой-нибудь фазанке, ПТУшке не отучился? Че ты сразу пошел куда-то, не понять куда? Быдлить пошел, а? Ну, в позиции моего образования собираюсь. Не, ну ты же не будешь удержать, что у тебя есть высшее образование, и ты не нашел нормальной работы? У меня есть высшее образование. Для меня есть работа высокооплачиваемая. Вот эта вот, коллекторская? Ну, скажи, что ты больше 30 тысяч в месяц получаешь. Больше? Больше 30 тысяч в месяц получаешь. Че ты пиздишь, а? Ну, зайди на YouTube, я тебе просто скажу, чтобы тебе было не по себе, чтобы ты понял, с кем ты разговариваешь. Ну, с кем разговариваешь? Ну, с кем разговариваешь? Нет, ну это как минимум, да. Просто с компетентным я тебе так интригу унесу, человеком. Не буду говорить... Люди, которые действительно из себя что-то представляют, если мы утверждаем себя не таким способом. Ты откуда знаешь про людей, которые самоутверждаться умеют? У тебя извращенное понимание о людях. У тебя о людях извращенное понимание. Запомни, это раз и на тебя. Это ваше эффективное мнение. Да, я тоже красивое слово выучил, да? Ну, какой же ты ущербный. Алло. Как ты думаешь, кто это соревнование выиграет? Что еще раз? Соревнование, не положить трубку, кто выиграет, как ты думаешь? Я думаю, вы. Да, я выиграю, что я не положу трубку. И чем длиннее будет диалог, тем больше будет просмотров на YouTube. Видите, какой вы молодец, и положите трубку. Да, что выросла, то выросла. Да? Да, да, да. Ну вот, видишь как. А ты почему трубку не кладешь? Что тебе мешает? Да нет, ну я же тебе сказал, мне неинтересно с тобой разговаривать. Мне принципиально... Принципиально. Я принципиальный человек. Пока вы разговариваете, пожалуйста, разговаривайте. Как только прекратите разговаривать, обязательно положите. Ну-ка давай, вот я не разговариваю, клади трубку. Черт. Что еще раз, вас плохо слышно? Клади трубку, черт. Хорошо, как только мы с вами договорились, положили. Отлично. О чем говорить будем? О чем будем говорить? Вот смотри, что я сейчас делаю. Элементарно, просто возьму в руку телефон и перестану с тобой вести этот мерзкий диалог. Ты будешь вынужден положить трубку. Да, наконец-то положу трубку. Да, все, давай, я убираю трубку. Клади трубку, а ты клади свою трубку и фиксируй прекращение разговора по собственной инициативе. Хорошо. Спасибо большое. Давай. До свидания. До свидания. Ну, прошло минут семь. Алло. А потом давно будет? Да, да, я вас слышу. Ага, еще тут? Ну, давай, держись. Зубали за воздух. Еще какое-то небольшое время, прошло примерно четыре минуты. Ну, сам появился. Алло, вы меня слышите? Алло, говно, я тут. Я, говно, я тут. Давай, не отрабатывай, я здесь. Я трубку не положил, говно. Ты первый клади, черт. Ага, ну, хорошо. Да, давай. Есть еще что-то мне сказать? Нет, нет, я хочу, чтобы ты трубку положил первой. Нечего сказать. Нет, нечего. А о чем я тебе говорю? Да, до свидания. До свидания клади трубку, черт. Хорошо. Хорошо, что положил он. Угу. Ходи. Хорошо, хорошо. Очень хорошо. На YouTube не забудь зайти обязательно. Завтра уже ролик выложить. Да нет, этому мне не нужно будет. Нет, зайди, зайди. Интрига должна быть. Канал ООО Алиам. Кузнецов Дмитрий Евгеньевич. Ключевое слово в поиске лаборант. Либо коллектор там. Либо коллектор попадает на юриста. Там вот много таких ключевых слов, которые ты легко найдешь. Забьешь и найдешь мой канал. Зайди, ты же все равно туда попадешь. Я же вижу, что дизлайки ставят. Обратва всякая. Вот это тебе подобное. Достойное. Не забудь обязательно зайти на YouTube. Хорошо-ка. А чего тебе хорошо, не знаешь? Ты уже дерьмом поливаешь. Я не платил тут за разговор с вами. Да что ты пиздишь. Деньги тебе платят, блядь. Все у тебя деньги. Все тебе деньги, блядь. Очертила. Поганый. Знаешь, как я в YouTube естественно не буду такие паузы выделывать. Я буду вырезать. И вот прошло там 7 минут. Люди спокойно послушают вот эти наши вывески, выдержки. И ты почитай, что про тебя напишут. Ты же даже фамилии не своей представился, да? Ты же спиздел, что у тебя фамилия там. А, своей? А зачем тебе свои? И какая, откажи, если вы будете раскрывать, какая твоя фамилия? Я же в начале Розлевора сказал, Архипов. Архипов тебе фамилия? Имя, отчество? Дмитрий Андреевич. Тоже в начале Розлевора могли бы сформировать. А есть в соцсетях-то? Что есть еще? В соцсетях, ВКонтакте, в Одноклассниках, не знаю, где-нибудь еще. Архипова-то есть? Нет, не водит, что-то взять на меня. Архипова нет, да? А ты-то есть? Ну, не знаю, может быть, Архипова-то и есть. Меня нет. Не-не, вот по именному отчеству, вот поэтому. Потому что это не ты же. Так, ну все. Мы наконец-то дождались. Я теперь могу повесить трубку со спокойной душой. До свидания. Клади трубку, черт. Клади трубку, черт. Клади трубку, черт. Давай, давай, давай. Она же клади дичь. Все. Не пуганая. Да, вот такой неоднозначный ролик, я думаю. Поэтому еще раз повторю, жду комментариев. Лайки, дизлайки. Не забудьте поделиться в соцсетях, кому интересен этот был ролик. Ну и, конечно же, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Ссылка на группу в описании этого, любого другого ролика есть. Да, напомню, посмотрите видео на нашем сайте. Ссылочка в правом верхнем углу сейчас выходит. И в описании ролика ссылочка на наш сайт есть. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания Алям. Всего вам доброго, друзья. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»